Мухамбази Еще не тают облака, но снежный кубок солнцем допит. Еще не тают облака, но снежный кубок солнцем допит. Через придворенную дверь ты сердце шелестом тревожишь. Еще не любишь ты, но верь, не полюбить уже не можешь. Еще не любишь ты, но верь, не полюбить уже не можешь. Еще не царствует река, но синий лед она уступит. Еще не тают облака, но снежный кубок солнцем допит. Еще не тают облака, но снежный кубок солнцем допит. В песне я очень ценю поэзию в первую очередь, потому что я очень люблю петь на хорошие стихи. А музыка помогает понять эту глубокую поэзию. Мне очень нравится петь на стихи Мандельштама, Анинского, Заболоцкого, на стихи Гарсия Лорки. И я наслаждаюсь, слушаю поэтику поэзии и стараюсь ее подчеркнуть музыкой. То есть в музыке очень важно, чтобы она подчеркивала поэзию, чтобы не мешала ей и чтобы усиливала поэзию. Сопрокинутым в небо лицом, с головой непокрытой Он торчит у ворот, этот проклятый богом старик Целый день он поет, и напев его грустно-сердитый, Ударяя в сердца, поражает прохожих на миг. А вокруг старика молодые шумят поколенья, Распускаясь в садах сумасшедшая стонет сериаль. В белом кроте черемух по серебряным листьям растений Поднимается к небу ослепительный день. В белом кроте черемух по серебряным листьям растений Поднимается к небу ослепительный день. Что ж ты плачешь, слепец, что томишься напрасно весною От надежды былой? Уж давно не осталось следа Черной бездны твоей Не укроешь весенней листью Полуночных очей Не откроешь, увы, никогда Да и все твоя жизнь Как большая привычная рана Не люби, мец ты, солнцу И в природе не родственник ты Научился ты жить В глубине векового тумана Научился смотреть вековое лицо темноты И боюсь я подумать, что где-то у края природы Я такой же слепец С опрокинутым в небо лицом Лишь во мраке души Наблюдаю я вешние воды Собеседую с ними Только в горестном сердце моем О, с каким я трудом Наблюдаю земные предметы Весь во мраке привычек Невнимательной, сунетной, злой Эти песни мои Сколько раз они в мире пропяты Где найти мне слова Для возвышенной песни живой И куда ты влечешь меня Темная, грозная муза По великим просторам Необъятной отчизны моей Никогда, никогда Не искал я с тобою союза Никогда не хотел Подчиняться я власти твоей Ты сама меня выбрала И сама ты мне душу пронзила Ты сама указала мне На великое чудо земли Бой же старый слепец Ночь проходит ночные светила Повторяя тебя Равнодушно сияют вдали Бой же старый слепец Ночь проходит ночные светила Повторяя тебя Равнодушно сияют вдали Семидесятые годы в Московском государственном университете Были настоящим бумом авторской песни Причем в песнях ценилась именно в первую очередь поэзия Да, это было удивительное время И мы собирались, и пели, и читали стихи И мы этим так наслаждались И это процветало Не давай мне вина Пьян я, пьян без вина Опьянен я твоей красотой Если выпью вина Мне изменит язык Посмеется судьба надо мной Он расскажет тебе Как я молча страдал Бесконечное множество дней Он расскажет тебе О печали моей О любви безнадежной моей О великом и жалком несчастье моем Помутившем мой разум больной Не давай мне вина Пьян я, пьян без вина Опьянен я твоей красотой Если голос рассудка Над сердцем моим Потерял свою власть Не вполне Даже эту почти Безнадежную власть Уничтожить ты хочешь во мне Ты ведь знаешь, как мало мне нужно Чтоб я обезумел любовью объят Только малую долю Внимание ко мне Лишь один твой Приветливый взгляд Все ты знаешь На чашу, на чашу вина Ты даешь мне, смеясь Надо мной Не давай мне вина Пьян я, пьян без вина Опьянен я твоей красотой Ах, на гибель мою На погибель мою На своем ты стоишь На своем Как безумец я пью Эту чашу мою Я не знаю, что будет потом Ты мне роза даешь Что мне роза твоя Если вижу я розу ланит О, склони ко мне чистую розу ланит Пусть я буду тобою убит А зачем мне вина Если сердце полно Лишь одною, одною тобой Не давай мне вина Пьян я, пьян без вина Опьянен я твоей красотой Если полной любви Я гляжу на тебя Вся кругом замолкает земля Расцветает на дивных ланитах твоих Благовонный цветок миндаля О, позволь мне прижаться к его лепесткам Из немог я в напрасной борьбе Сам себя я на смертные муки предам Но откроюсь, откроюсь, откроюсь тебя Слушай, все я скажу Гаснет сердце мое Помутился мой разум больной Не давай мне вина Пьян я, пьян без вина Опьянен я твоей красотой Слушай, все я скажу Гаснет сердце мое Помутился мой разум больной Не давай мне вина Пьян я, пьян без вина Опьянен я твоей красотой Это Мухамбази Музыку, к которому написала Марина На стихе Григола Арбеляни В переводе Николая Заболоцкого Марина записала у себя дома Она астроном и живет в городке С гомеровским названием Итока Она занимается своими астрономическими делами В Корнольдском университете Считает звезды Вносит свой вклад в разгадку тайной вселенной Но есть еще одна вселенная Которая открылась жителям Итоки С приездом Марины Это мир ее замечательных песен Ее чистый и ясный голос Как нельзя лучше, мне кажется Подходит для пения Мухамбази Особого вида любовной поэзии Все, за что берется Марина Все, что она перелагает на музыку Превращается в Мухамбази В гимн любви Тому, что ее окружает Миру, ее семье Любимым друзьям Поэзии Изложенной музыкально четко Красиво и ясно Этот мир привлекает нас И делает нас самих лучше и ярче Только я глаза закрою Предо мною ты встаешь Только я глаза открою Над ресницами плывешь От царица до могилы Я невольник бедный твой Хоть убей меня светила Я невольник бедный твой Ты идешь, я за тобою Я невольник бедный твой Ты глядишь, я за спиною Я невольник бедный твой Что смеяться надо мною Я невольник бедный твой И шепчу я сам с собою Чем тебе я нехорош Только я глаза закрою Предо мною ты встаешь Только я глаза открою Над ресницами плывешь Словно тополи шелестящий Стан твой нежный для меня Светит радуга и блестящий Стан твой нежный для меня Дышат розою прелестной Эти губы для меня Блещут молнией чудесные Эти очи для меня Если б мог тебя спросить я Ты когда ко мне придешь Только я глаза закрою Предо мною ты встаешь Только я глаза открою Над ресницами плывешь Семь дорог на нашем поле Все они к тебе бегут Смутны думы по неволе Все они к тебе бегут Растерял свои слова я Все они к тебе бегут Позабыл свои дела я Все они к тебе бегут Хоть бы раз меня спросила Что с тобою, как живешь Только я глаза закрою Предо мною ты встаешь Только я глаза открою Над ресницами плывешь Поезжай-ка, вор тачалы Посмотри, каков я есть Как ударим мы в цимбалы Посмотри, каков я есть Там ада в дыму табачном Посмотри, каков я есть Молодец в бою кулачном Посмотри, каков я есть Как посмотришь, так полюбишь Как полюбишь, подойдешь Только я глаза закрою Предо мною ты встаешь Только я глаза открою Над ресницами плывешь Очень много лет существует Содружество Марины Романовой И московского поэта Александра Тимофеевского Тимофеевский всем нам очень хорошо известен Поскольку он написал стихи К таким популярным и широко распространенным песенкам Как песенка «Крокодила Гены» Песенка из мультфильма «Голубой вагон» Ну и так далее Но кроме этого Тимофеевский давно пишет Очень серьезные и очень глубокие стихи На его стихи Марина Написала достаточно много песен Я рожден, чтоб работать самолетом Самолетом меня мама родила Чтоб скользить мне влюбленному По облаку наклонному Опираясь на ласты крыла Я рожден, чтобы быть аэропланом Обгонять стаи диких лебедей Чтоб сближать между собою Океаны и страны Ожидания и надежды людей Я могу так работать Я умею Алюминием блеснуть в голубизне Чтобы в небо Мальчишками запущенные змей Удивлялись и завидовали мне Я всем корпусом дрожу Как перед взлетом Рев моторов разрывает немоту Но крылья мне отпилены Лежу я обессиленный И в небо подняться не могу Почему мне заказаны взлетные дорожки И отказано в попутном ветерке На паркетные полы На ковровые дорожки Меня тянут на электроповодке Я вибрирую, вибрирую, вибрирую Так вибрирую, что кажется умру Закабален квартирою Я в ней полы массирую Элеронами цепляя по ковру Я рожден, чтоб работать самолетом Самолетом меня мама родила Чтоб скользить мне влюбленному По облаку наклонному Опираясь на ласты крыла Что вы сделали со мною, идиоты? Как случилось не в шутку, а всерьез Что руки человечие машину искалечили Самолет превратили в пылесос Марину Романову знаю очень давно Мне кажется, что лет 30 тому назад Я с ней познакомился, когда вошел на квартиру Нашей общеприятнице Тамары Бреус И в полутьме, в одной из глубинных комнат Где горели свечи Марина пела незабываемое мухамбази Это стихи Григола Арбелиани В переводе Заболоцкого На мой вкус, это лучшие поэтические объяснения В любви, написанные в 20 веке И замечательно, просто как бы заслуживающие Самые высшие оценки музыкально интерпретированные Мариной Для меня вот мухамбази это было всегда чудом Но не только мухамбази У нее замечательный Ходосевич У нее прекрасен Анинский У ней великолепен Федерико Гарфия Лорко Я знал Лорку с 10 лет В 1944 году вышла первая книга Лорки И после этого я влюбился в этого поэта Еще будучи совсем мальчишкой И всю жизнь его любил И мне казалось, что у меня все издания Лорки были Или прошли через мои руки И тем не менее Марина мне открыла вещи, которых я не знал Которые я пропустил, не заметил у этого прекрасного поэта Вот особенность ее найти мелодическое лицо стихотворения Найти, на мой взгляд, необычайно точно Она удивительна И в этом смысле мне кажется, что вот такой очень тонкий и очень чувствующий содержание поэзии Значит, композитор, он необычайно Таких мало даже среди профессионалов Гвадал Квивир струится Среди изодов апельсины Твои двереньки граната Бегут от снегов в долины Ах, любовь Ты исчезла навеки В кудрях у Гвадал Квивира Пламенеют цветы граната Одна кровью, другая слезами Льются реки твои граната Ах, любовь Ты прошла, словно ветер Проложены по Севилье Для парусников дороги По рекам твоим граната Пламают только в стоке Ах, любовь Ты исчезла навеки Гвадал Квивир, Клокольня И ветер в саду лимоном Да у руханили часовинки Мертвые над затоном Ах, любовь Ты исчезла навеки Но разве уносят реки Огни и болотные горя Ах, любовь Они апельсины и мирты Несут в Андалузское море Но разве у нас от реки Огни и болотные горя Ах, любовь Ты исчезла навеки Ах, апельсины и мирты Несут в Андалузское море Ах, любовь Ты прошла, словно ветер Марина, вы дружили с Надеждой Яковлевной Миндельштам? Да, я познакомилась с Надеждой Яковлевной, когда ей было 80 лет. И она была очень рада нас видеть. Мы пришли с друзьями. Она спросила, вы школьники? Мы, правда, уже были тогда студентами, аспирантами. Она так мягко улыбалась, свою лучистую улыбку, пригласила нас к себе. И несколько раз я была у неё в гостях, а потом она заболела бронхитом. Бронхит в её возрасте был, в общем-то, смертельной болезнью оказался. И мы по очереди за ней ухаживали. И мне было интересно спеть песни на стихе Миндельштама и на стихе Заболоцкого. Она о каждом стихотворении что-нибудь говорила. Вот, например, жил Александр Герцевич, еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант. Нам очень нравится это стихотворение. Она сказала, ой, говорит, это стихотворение было так написано. Сосед какой-то шумел за стеной, шумел, шумел. И я смотрю, Осип подошёл и написал это стихотворение. Ну, мне показалось очень интересным, как стихотворение может появиться просто из какого-то такого шума. Потом я и попела песни на стихе Заболоцкого. И помнится, она так вся заулыбалась и говорит, да, Заболоцкий хорошо получается. Для меня это был большой комплимент. Она цитировала воспоминания из книги. Она написала замечательную книгу, воспоминания о Мандельштаме. Большинство её воспоминаний были связаны с этой книгой. Известно, что у Мандельштама очень много стихотворений двочаток. То есть непонятно, какое из двух стихотворений первое, какое из них второе, варианты ли это, или они имеют совершенно равное значение. Вот из тех песен, которые вы поёте на стихе Мандельштама, есть такие двочатки? Ну вот, мне кажется, одна из них – это «Как на камере реке». Там перекликается, с одной стороны, «Как на камере реке, глазу тёмно, когда…» И так далее, и так далее. И потом пошла двойчатка, и тоже «Как на камере реке, глазу тёмно, когда…» Но потом пошло о том, как вот он плывёт по реке, «Там я плыл по реке, с занавеской в окне, с занавеской в окне, с головою в огне, и со мною жена пять ночей не спала, пять ночей не спала, трёх конвойных везда». То есть вот в этой двойчатке сначала описывается самокамы, эти люди, которые там живут, и речная верста поднялась в высоту. И во второй то же самое, но он немножко добавил на то, как он там плыл, и немножко о себе. Ну, это, конечно, один из примеров. И, кстати, значит, жена Мудельштама, когда я эту песню ей спела, она вот в этом месте не выдержала. Она говорит, «Это же обо мне», говорит. И со мной жена опять ночей не спала. Я говорю, «Ну, конечно, да». Как на каме реке, глазу тёмно, когда на дубовых коленях стоят города. В паутину редясь, борода к бороде жгучий ельник бежит, молодея к воде. Упиралась вода, сто четыре весла, Вверх и вниз на казань и на чердень несла. Так я плыл по реке с занавеской в окне, Занавеской в окне, с головою в окне, А со мною жена пять ночей не спала. Пять ночей не спала, Трёх конвойных везла. Как на каме реке, Глазу тёмно, когда На дубовых коленях стоят города. Пулемёт на бревенчатой стаи разгон, На таболе кричат. Попь стоит на плоту, И речная верста поднялась в высоту. Я смотрел, отдаляясь на хвойный восток, Полноводная кама неслась на буйок, И хотелось бы гору с костром отслоить, Да едва успеваешь леса посолить, Да едва успеваешь леса посолить. И хотелось бы тут же вселиться, пойми, В полдолговечный Урал, населённый людьми, И хотелось бы эту безумную гладь В долгополой шинели беречь, охранять. И хотелось бы эту безумную гладь В долгополой шинели беречь, охранять. Ну, песня «Как на камере реки», она и о вас тоже, Марина? Да, и обо мне тоже, потому что я родилась в городе чисто, пыль на каме. И, может быть, поэтому это одна из песен, которую я написала на стихе Мандельштама, Потому что она мне очень близка, и этот городок очень бедный, С зелеными заборами, такой весьма грязненький, Где не было асфальта в течение многих лет. И просто я знаю такой песенный в то же время край. И я понимаю, что, значит, речная верста поднялась в высоту, Потому что когда большая река, и видишь её под особым углом, Она как будто бы действительно поднялась. И какие там крупные звёзды над этой рекой. Да, то есть она и обо мне тоже. Этот маленький городок, в котором нечем совершенно заниматься, Каким образом вы стали астрономом? Ну, мой дядя, он очень интересовался всеми науками, И очень любил обучать детей. И он собирал своих детей, нас, и показывал, Кто глобус, где какие страны находятся. И потом он нам показал карту звёздного неба. И мне, и моему двоюродному брату это так понравилось. Мы взяли эту карту и полезли на крышу нашего дома в Чистополе, И начали узнавать, где какая звезда, где какое созвездие. Меркнут знаки зодиака Над просторами полей В свет животная собака Дремлет птица-воробей Толстозадые русалки Улетают прямо в небо Руки крепкие, как палки Груди круглые, как репа Ведьма севта-треугольник Превращается в дымок С лишачихою покойник Стой на пляж от Кокок Вслед за ними бледным хором Ловит муху колдуны И стает от косогурам Неподвижный лек луны Меркнут знаки зодиака Над постройками села Спит животная собака Дремлет рыбаком балла Колотушка Тук-тук-тук Спит животное паук Спит корова А муха спит Над землей Луна висит Над землей Большая плошка Опрокинутой воды Леший вытащил Бребешка Из мохнатой бороды Из-за облака Сирена Душку высотила вниз Людая тут джентльмена Неприличная отгрыз Все смешалось В общем танца И летят во все концы Гамадрилы и британцы Ведьмы-блохи Мертвецы Кандидат был их столетий Полководец новых лет Разум мой уродцы эти Только вымыстил и брянь Только вымыстил мечтания Сонные мысли колыхания Безутешное страдания То чего на свете нет Высоко земли обитель Поздно-поздно спать пора Разум бедный мой боитель Ты уснул бы до утра Что сомнения Что тревоги День прошел и мы с тобой Колотушка тук-тук-тук Спит животное паук Спит корова-муха Спит над землей Луна висит Над землей большая плошка Опрокинутой воды Спит растение картошка Засыпай скорее ты Над землей большая плошка Опрокинутой воды Спит растение картошка Засыпай скорее ты С тех пор я полюбила астрономию Я пошла в ближайший В наш книжный магазин У нас в нашем городке В 70 тысяч человек Был один маленький книжный магазин И полки заставлены Трудами Ленина И разными другими книгами Всего несколько книг по науке Мне очень хотелось книгу купить по астрономии Такой книги не было Потом я заходила туда каждый день И через месяц книга появилась Это для студентов университетов По звездам Которыми я сейчас и занимаюсь И я ее почитала И мне было очень интересно Хотя читать было очень трудно Вот И потом я опять же ходила в этот магазин Книг по астрономии долго не было Я купила по ядерной физике Университетский учебник Потом книгу по биологии По геологии В общем-то все науки были мне интересны Но это просто вот Удивительно Сколько сейчас возможностей У нашей молодежи Я очень рада Потому что и книг Много интернет И все можно узнавать А в наше время было все по-другому В маленьком городке Чистый полет То есть ваше родословное тут ни при чем Ваш дедушка никакого значения не имеет Моя мама попала в этот городок случайно Ее отец был математиком Директором Казанского физико-технического института В течение многих лет Профессор Муштари Он работал с Королёвым И в общем-то создал теории тонких оболочек И благодаря этой теории тонких оболочек В общем-то были созданы первые советские ракеты Которые полетели в космос очень успешно То есть у нас в семье был такой культ науки И культ учёных Который в общем-то мне как-то тоже был В общем я была воспитана в этих традициях Несмотря на то, что мама не занимается наукой Да, мама наукой занимается Но это очень в общем-то немножко трагедия для неё Потому что она очень любила физику и математику И её очень выделяли Но, к сожалению, вот этот наш дедушка профессор Он ей сказал, что женщине лучше заниматься языками И она стала преподавателем английского языка И в общем-то это была ошибка дедушки, конечно Что она могла бы наслаждаться, заниматься наукой Но в то время, наверное, всё-таки считалось Что женщина как-то отличается от мужчин Что она не очень способна Сейчас, кстати, у нас в Америке Отдают все возможности девочкам учиться И в любых направлениях, в том числе физику, математику Чтобы были равные права, чтобы равные возможности И это очень правильно Вы всегда как-то прислушиваетесь к мнению своей мамы Всё, что касается пения, музыки Это правда? А, да, да, да Моя мама колебалась между карьерой Она ещё очень хорошо пела И училась в консерватории несколько лет И колебалась бы, если ей певицей Или преподавателем английского языка И у неё замечательный вкус И поэтому, когда она меня учила элементом пения Чтобы дикция была хорошей Что очень важно для пения и поэзии Я ей очень благодарна Вот, и у неё замечательный музыкальный вкус И, конечно, я прислушиваюсь Когда она говорит, что эта песня удалась То я действительно всё уже ставлю точку Песня удалась Мнение мамы для меня очень важно Аннушка Тут гость сейчас сидел Всё на дверь твою Вздыхая он глядел Пропадаю, мал, без Аннушки с тоски Сердца вашего, прошу я и руки Пропадаю, мал, без Аннушки с тоски Сердца вашего, прошу я и руки Аннушка, добра желает мать Что-то о графской и кареты не слыхать А у гостя что шелков, да что белил А постель я с ними в нашу разделил И кого, кого не потал этот май Принца, видишь, нам из-за моря подай А как осень-то неслышно подошла Смотришь, каждая приказчика нашла Аннушка, конфетинка моя Побеги-ка, да скажи согласная Право, бред не топора и позабыть Не за графом, ведь за лавочником быть Право, бред не топора и позабыть Не за графом, ведь за лавочником быть Крутось, мутясь, да сбилися Желтый пески с волной Часочек мы любилися Да с мужнею женой Ой, цветики садовые Да некому полить Ой, прянички миндовые Да с кем же вас делить А уж на что уважены Проси, не улечу У стеночки посажены Да не плечо к плечу Ой, цветики садовые Да некому полить Ой, прянички миндовые Да с кем же вас делить А мимо птицы мычатся Злодей моя тоска Такая-то добычица Да не найти крюка Ой, цветики садовые Да некому полить Ой, прянички миндовые Да с кем же вас делить Ой, цветики садовые Да некому полить Ой, прянички миндовые Да с кем же вас делить Да с кем же вас делить Да с кем же вас делить Вы всегда были душой студенческих компаний в московские времена Но вот когда вы переехали в Америку Вы помните своё первое выступление большое на американскую публику? Ну, конечно, как же не запомнить? Да, друзья, связанные с унитарной церковью И они сказали Вот у нас в церкви очень важна музыкальная пауза Ну, и говорят Может быть, вот вы споёте человеку, который занимается музыкальной частью Я ему спела Несколько русских романсов И ему очень понравилось Он сказал, подойдёт Была месса И я спела эти романсы И думала, ну, хорошо, спела-спела То есть мне показалось, спела неплохо Но когда служба закончилась Я увидела, что выстроилась очередь И смотрю, эта очередь направляется ко мне Я подумала, боже мой Мы не в Мавзолее Ленина Зачем очередь? Вот И они подходили и говорили Что им очень-очень понравилось Одни говорили Изумительный божественный голос Другие говорили Что им очень понравились интонации Но я сначала думала, что это просто Ну, они воспитанные люди Приехал человек из другой страны И они хотят отдать должное Но когда уже многие это сказали Я подумала, что действительно, наверное Они поняли Наши русские романсы А вот вы мне сказали, что сколачивается Вокруг такой русской компании И сколачивается ещё как бы Около компания из американцев Которые хотят учить русский язык Что русский язык популярен И даже те ребята, которые, в общем, Не имеют прямого никакого отношения К этому русскому ядру Они всё равно остаются В этой компании Любят проводить там время И любят русские песни Да, это удивительное явление Многие американцы любят учить русский язык На самом деле они 20 лет назад любили учить Но тогда у них была другая причина Потому что была холодная война Между Россией и Америкой И Россия была какой-то особой страной И им просто было интересно узнать Что за язык вот этой страны С которой холодная война А сейчас многие американцы Продолжают изучать русский язык И они сначала изучают язык А потом они как-то увлекаются Теплотой русского общества Русской поэзии, русской музыки И они уже не могут оторваться То есть они уже начинают жить в общежитиях Где русские живут Начинают ездить в Россию И, в общем, это какое-то удивительное явление То есть притягиваются И уже оторваться не могут Вы очень любите стихи Анинского У вас есть несколько очень удачных песен На стихи Анинского Что в нём такое магическое Что в нём так привлекает Ваших слушателей Которые плохо понимают по-русски У Анинского изумительная поэзия Она, с одной стороны, простая С другой стороны, очень чёткая С третьей стороны, очень поэтичная И, может быть, это отражается в мелодии И часто иностранцы говорят Что не важно, о чём ты поёшь А важны интонации, важна мелодия Потому что вот по тем интонациям Которые звучат в твоём голосе Уже можно понять, о чём идёт речь Ещё не царствует река О чём ты поёшь Ещё не любишь ты, но верь Не полюбить уже не можешь Ещё не любишь ты, но верь Не полюбить уже не можешь Ещё не любишь ты, но верь Ещё не любишь ты, но верь